Всем привет! Вы на канале Haracrypto. Меня зовут Ярослав и сегодня мы с вами разберем тест-нет от проекта Antimator. B2 пройдем его и, надеюсь, в дальнейшем получим за это в дроп. Antimator B2 это сайдчейн для бинанс-проложений. Он решает проблему масштабируемости сети за счет более высокой производительности транзакций и более низкой стоимости платы за газ. В бэкерах можно увидеть Джесси Нсана, NGC Ventures, Huobi, Elrond, Chainswap, Huobi и Binance Smart Chain. Все выглядит очень-очень неплохо и давайте перейдем к самому тест-нету. Для начала, естественно, нам нужно добавить сеть, тестовую сеть в MetaMask. Для этого нужно зайти в сам MetaMask, в настройки, network, добавить сеть, зайти в networks и add manually. И у меня выписаны как раз нужные параметры. Это название сети, его URL, ID, название криптовалюты с символами и дополнительно URL в Blockchain Explorer. И сохраняем. Все, у нас добавлена сеть в наш кошелек. И давайте запросим тестовые токены из крана. Выбираем 6.25, потому что токены очень долго будут приходить повторно и нам лучше взять как можно больше токенов, чтобы пройти все тест-неты и нам хватило на каждый из них. Потому что у нас их будет несколько. И давайте перейдем к первому. Сваплка. Подключаем кошелек. Небольшая проблема. Вот он запрашивает как раз. И видите, у нас появились токены уже. 6.25 матер. И давайте сделаем простейшее действие. Например, свапнем пол матера. И в один из представленных токенов. Например, тест-1. Свапаем. Подтверждаем транзакцию. Соглашаемся. И отлично, транзакция проведена. Можем сделать еще какой-нибудь свап. В другой сети, например, в тест-2. Тоже делаем свап. Ждем опробу. Подтверждаем. И отлично. Можем сразу добавить этот токен тест-2 в кошелек. И давайте теперь перейдем в пулы. Создадим ликвидность. Например, 2 матера. Возьмем. И тест-2 токен. Добавим ликвидность. Здесь можно useDefault. Нажать. И ждем подтверждения. Да, отлично он пришел. И теперь мы можем нажать supply. Confirm supply. И подтверждаем. Все отлично. Теперь у нас фармится токен B2 из этого пула. Ну, естественно, он тестовый и ничего нам в дальнейшем не даст. Ждем подтверждения. Все. У нас создан пул. И через пару минут, 5-6, вы можете его убрать. Это будет тоже считаться как активность. И, в принципе, на этом первый тест-нет у нас закончился. Подождем только, пока закончится транзакция. Все отлично. Переходим к следующему тест-нет. Второй тест-нет это у нас NFT Marketplace B2NFT.HOOS Подключаем кошелек. Коннектим его. И что мы можем здесь сделать? Во-первых, создать коллекцию. Да, вот тут сразу предлагаю создать NFT, но для начала нам нужно создать саму коллекцию. То есть нажимаем на Create. Там убираем, не знаю, харма. Пусть будет. Стандарт оставляем. Символ пусть будет хар. Описание. Можете его вставить, но оно вроде бы не так важно. И выбираем любую картинку. Я уже подготовил. И создаем коллекцию. Платим за газ. Подтверждаем. Ждем, пока коллекция создастся. Отлично. Коллекция создалась. И теперь давайте создадим сам NFT. Да, то есть там тоже выберем харма генезис. Описание. Добавим любое. А можете добавить также имя, ценность, канал. Тоже любой. Да, и выбираем коллекцию. Добавляем NFT. Картинку, которую хотим сделать в виде NFT. И создаем. Ожидаем подтверждение транзакции. Подтвердить. Все. И вы можете видеть, что мы создали нашу коллекцию, наши NFT. И теперь мы можем продать его. Выставить на продажу. Ставим ценник. Конечно же ставим хороший ценник на такие арты и такую коллекцию. и выбираем продать NFT. Отлично. Мы выставили NFT на продажу. Видим, что прайс есть. Все. Ожидаем получения нашего профита. и сейчас мы сделаем вторую активность. Это покупка NFT. То есть тут выбираем количество 1 и покупаем его. Мы же не хотим платить за 5. Мы только хотим 1 купить. Отлично. Купили. Арт под названием Blue F. и ожидаем пока он подтвердит нам покупку. Да, отлично. Ожидаем ее. Так. Так, теперь мы посмотрим showcase. Да, и put on a sale. То есть обратно ее продаем. Можем также выставлять 1 matter и выставляем на продажу еще раз. Подтверждаем. транзакцию и ожидаем пока нам аппрувную транзакцию. Подтверждаем и теперь ожидаем конечного аппрува и в принципе можем переходить к последнему тестнету. Это площадка для лотереей. И здесь нам нужно будет поучаствовать в лотереи, либо создать свою собственную лотерею. То есть заходим в ongoing, не в ended, ended, это уже законченные. заходим в ongoing и нажимаем participate, участвовать. Нажимаем confirm, подтверждаем и отлично, наша транзакция подтверждена, ожидаем. Отлично, мы присоединились к pool и теперь нам нужно создать свой собственный. создаем любое название, давайте число выберем, число тут, здесь сумму, которую нужно будет заплатить и дату окончания. Давайте поставим час, и создадим эту лотерею. Все, транзакция подтверждена. Также ожидаем, пока лотерея будет создана. и можем переходить к формам заполнения, можем сейчас проверить, что да, обе NFT у нас на продаже, тут транзакция подтверждена, здесь теперь вы можете заполнить форму, ваше предложение или фидбэк по пройденному тестнету, указать свои данные и адрес, с которого вы заполняли. Также вы можете другую форму пройти, где можете указать, с какими багами вы встретились во время прохождения. Это точно будет оценено командой. на данный момент команда официально не объявляла о том, что будут какие-то реварды за тестнет, но как они написали, фидбэк будет очень важен и возможно мы можем ожидать какое-то вознаграждение за пройденные тестнеты. Спасибо всем за внимание. Все ссылки, все тестнеты, формы и контракта не будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал в YouTube, в Telegram, заходите к нам в чат, спрашивайте, если будут какие-то вопросы. Мы всегда будем рады на них ответить.